Друзья, мы снова на блокчейн-UA в Киеве. Я Евгений Романенко, амбассадор Трасси Волит. Рядом со мной Анатолий Павленко, человек из традиционного бизнеса, на который пришел к репту и меня познакомил с блокчейн-доменами NFT полгода назад. Я приветствую тебя, рад видеть. Во-первых, твоя личная история. Каким образом от топ-менеджера предприятий люди попадают в эту индустрию? Я по жизни стартапер и делал очень много разных бизнесов в разных сегментах. Это и оконные бизнесы, бизнесы строительные, ресторанные, и услуги, и химическое строительство. И в аграрные секторы по своей сути я стартапер. И все время я думал, как бы новые технологии могли бы заходить в реальный сектор. И в NFT, в криптоиндустрии я увидел, что такой инструмент, как NFT, это когда мы можем токенизировать какое-то имущество и давать инструмент для того, чтобы насыщать финансовыми инструментами реальный сектор. Я увидел этот инструмент в виде NFT. И вот одно из проявлений – это блокчейн-домены, которыми плотно и занимаюсь. Как ты видишь будущее, блокчейн-домены, фактически это… Порезем или второй дубль? Не-не, не надо резать, нормально. Блокчейн-домены, фактически это как раньше заменялся DNS, этот IP-адрес на имена. Сейчас это новое имя, .eth, .credit – это крутая штука. Как ты видишь их будущее, наступит ли оно, тогда каждый будет иметь фамилия .crypto, фамилия .eth или бренд .eth? Я думаю, ты правильно сказал. В 2000-х годах люди отправляли, когда заходили, делали сайты, это были какие-то цифры IP-адреса. И для масс-адопшена это было непонятно. И тогда появились mercedes.com, ну и так далее. То есть название компании .com или бренд .com. И сейчас точно такая же история. И когда мы видим экосистему блокчейн-доменов, я за ней слежу около года, она развивается очень быстро, очень много приложений, очень много операционных систем, очень много всяких вещей и так далее, и так далее. И я вижу, что придет время, когда это будет масс-адопшен, опять же бренды, люди, все будут думать о том, как забрать себе блокчейн-домен. А он будет давать нам возможность получать криптовалюту, коннектиться с NFT-сегментами. Это исключает фишинги, когда мы платим деньги. Мы делаем децентрализованные сайты, которые нельзя не запретить, не заблокировать. И эта экосистема будет расти. И когда будет масс-адопшен, мы вернемся к этому разговору. Криптомероприятия – это люди, это проект, это уступление, это не первое мероприятие в твоей практике. Какие у тебя ожидания от сегодняшнего ивента, и как правильно посещать крипто-ивент вообще, чтобы эффективно привести на время? Ты правильно заметил, если человек приходит не первый раз на такие мероприятия, у него есть какие-то вопросы, может быть, специфические, или продуктовые, или технические, ну и набор новой информации. Но и люди идут для того, чтобы пообщаться, и вот эти специфичные вопросы задать или спикерам, или тем людям, которые как бы есть. Узнать что-то новое, что начинает как бы только разворачиваться, как рынок будет себя вести, услышать какие-то прогнозы. И самое главное, считаю, комьюнити, как в любом проекте, комьюнити – это самое главное. То есть нетворк – это самое главное, что для меня на конференции. Твои пожелания для членов не только украинского, не только русскоязычного, а мирового комьюнити, поскольку крипто-комьюнити, поскольку оно все тесное, маленькое, многое, знает. Как нам жить, как нам действовать? Я думаю, что комьюнити должно думать не только про иксы, а и про технологию, про вэлью, про ценность. И тогда крипто будет занимать более достойное место в финансовых, скажем, и других сегментах нашей жизни. Но она ведет за собой децентрализацию – это то, чего не хватает, и те проблемы, которые без децентрализации мы видим в сегодняшнем мире. Когда блочат твои аккаунты, когда забирают твои аккаунты, это и в гейминге, это и на сайтах происходит, когда ты не владеешь своими финансами, какими-то цифрами в аккаунтах, вроде бы банка и так далее. То есть это все мы с помощью децентрализации можем решать. Поэтому я хочу, чтобы люди обращали внимание на технологию и поддерживали те проекты, которые несут за собой ценность, а не только хайпы. Итак, обращайте внимание на технологию, на верные идеи, используйте верные идеи и технологии для правильной организации процессов. Ну, как минимум, заведите себе ваше персональное блокчейн-домен имя, которое является NFT-токеном. Анатолий Павленко, Евгений Романенко, Площин, ЮА, Киевская трасса.